Весна наконец наступила, это значит, что совсем скоро можно будет отдохнуть на природе, отправиться, например, в лес. Однако нужно помнить, что его стоит сохранять, беречь от огня. К сожалению, большинство лесных пожаров происходит именно по вине человека. О том, как защитить лес от чрезвычайной ситуации, не допустить возгорания деревьев, лесничьи и пожарные рассказали школьникам в Центре Романтик. На лекции собрались экологические отряды образовательных учреждений. Все они принимают участие в проекте «Юные защитники природы». В нашем проекте проходит очень много важных и значимых мероприятий, которые направлены именно на экологическое воспитание подрастающего поколения. И все наши мероприятия, они носят либо характер такой воспитывающий, либо практический. Например, мы пригласили к нам лесничих и пожарных для того, чтобы дети могли познакомиться поближе и напрямую с представителями этих областей, поговорить, задать вопросы интересующие. Ребята участвуют в муниципальном этапе областного конкурса «Сохраним лес от пожаров», готовят проекты, рисунки, проводят собственные исследования. В городском округе создано 19 экологических отрядов. С юных лет школьники учатся относиться к природе бережно, и теперь воспитанники Центра Романтик, а также педагоги и родители смогут внести свой вклад в сохранение окружающей среды. В холле учреждения появился специальный контейнер для муклатуры, который передало эко-сообщество Средороста. Стоит отметить, для ребят из экологических отрядов такой сбор бумаги – дело привычное. В целом школьники знают многое о защите природы. Если ты будешь, например, в лесу мусорить, могут погибнуть животные. Или если ты, например, забудешь потушить костер, сгорит весь лес. Не поджигать ничего, не играть с спичками и с сожигалками. Сегодняшняя лекция для меня очень интересна. О том, что шутки с огнем опасны, ребята знают. Гости напомнили школьникам о правилах безопасности, на что стоит обратить особое внимание, находясь в лесу. Непотушный костер – это практически основная наша беда и наша проблема, без которой происходит пожар. Я сам маленький был, мы дурачились, ходили в поле, поджигали с ребятами траву. Благо, у нас ничего не загорелось, слава богу. Это происходит очень быстро. Вот ты стоишь, она горит. Пару ветра – фу! Уже вон там, чуть 10 метров горит, понимаете? Вот мы тушим пожары гектарами. Лекцию прослушали порядка 50 школьников. Ребята смогли пообщаться с гостями и даже посидеть в кабине настоящей пожарной машины. Анна Балиет, Александр Оржевский, Щелковское телевидение. Продолжение следует...